Библейский урок на воскресенье 20 сентября 2020 года. Тема. Материя. Золотой текст. Деяния. Мы должны помогать слабым и помнить слова Господа Иисуса, который говорил «Больше счастья в том, чтобы давать, чем в том, чтобы брать». Ответное чтение. Псалтырь. Возрадуйся, земля, где царствует Господь. Справедливость и доброта – основание трона Его. Возвещайте правду о Нем небеса. Пусть каждый видит все величие Его. Кто поклоняется идолам своим, божествами, кто своими похваляется, все они придут в замешательство. И Господу поклонятся те божки. Господь наш Всевышний, Ты правитель вселенной, Ты превыше всех этих божеств. Все любящие Бога не приемлют зло. На лицах праведных сияет свет и счастье. Радуйтесь, праведное Господи. Его святое имя восхваляйте. Урок проповедь. Из Библии. Аввакум. Господь в Своем Святом Храме. Да будет молчаливой земля пред Ним. Первое Иоанн. Покончите с любовью ко всему мирскому и к самому миру. Если кто любит мирское, то в его сердце нет любви к Отцу. Ведь все, что есть в мире, все, чего жаждет наша греховная натура, все, чего жаждет нас взор и все, чем люди так гордятся в этой жизни, есть не от Отца, но от мира суетного. Мир уходит в небытие вместе со всеми страстями, которые он порождает. Тот, кто исполняет волю Божью, живет вечно. Третье царство. Недалеко от дворца Ахава, царя Самарии, в Изриэле, был виноградник, который принадлежал Навуфею. Ахав сказал Навуфею. Отдай мне свой виноградник, потому что он рядом с моим дворцом. Я хочу сделать из него огород. Взамен я дам тебе виноградник лучше этого или, если угодно тебе, заплачу тебе сколько, сколько он стоит. Но Навуфей ответил. Я не могу отдать тебе мою землю. Эта земля принадлежит моей семье. И Ахав пошел домой злой и огорченный, лег в постель, отвернулся и отказался есть. И Изавель, жена Ахава, сказал ему. Но ты же царь Израиля. Встань с постели, съешь что-нибудь и будь спокоен. Я добуду тебе виноградник Навуфея. Она написала несколько писем, подписала их именем Ахава. В письмах она написала следующее. Объявите день, затем соберите всех жителей города, и мы будем говорить о Навуфее. Найдите несколько негодяев, которые оклеветали бы Навуфея. Эти люди должны сказать, что они слышали, как Навуфей ругал Бога и царя. Затем пришли эти два человека, сели рядом с Навуфеем и сказали людям, что они слышали, как Навуфей говорил против Бога и царя. Люди вывели его из города и убили камнями. В это время Господь сказал Илью, фесвитянину. Илья был пророком. Пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который правит в Самарии. Он сейчас в винограднике Навуфея, куда пришел, чтобы взять его себе. И пошел Илья к Ахаву. Ахав сказал Илью, ты снова нашел меня, ты всегда против меня. Илья ответил, да, я снова нашел тебя, ибо ты посвятил свою жизнь тому, чтобы грешить против Господа. Когда Ахав услышал эти слова, он разодрал свои одежды, оделся в траурную одежду и объявил пост. Он спал в своей траурной одежде и был очень опечален. И сказал Господь пророку Ильи, фесвитянину. Я вижу, что Ахав смирился предо мною, поэтому я не наведу на него бед, пока он жив. Я подожду, когда сын его станет царем, и тогда наведу беды на семью Ахава. От Луки Иисус проходил через город Ерихон. И был там богатый человек по имени Закхей, старший над сборщиками налогов. Он старался увидеть, кто же Иисус, но не мог за толпой, так как был мал ростом. Побежал вперед, он взобрался на сикамор, чтобы увидеть Иисуса, ибо он собирался пройти той дорогой. Когда Иисус пришел на то место, он взглянул наверх и увидел Закхея и сказал. Закхей, поскорее спускайся вниз, ибо я должен остановиться сегодня в твоем доме. Тот поспешил спуститься и с радостью оказал ему гостеприимство. И все, видя это, стали роптать, говоря, он остановился у грешника. Но Закхей встал и сказал Господу, Господи, половину состояния своего я отдам бедным, и если я обманул кого в деньгах, то заплачу в четверо больше. Иисус сказал ему, сегодня спасение пришло в этот дом, ибо этот человек – истинный сын Авраама. От Марка. Сев напротив ящика для сбора пожертвований, Иисус наблюдал, как люди клали в него деньги, и многие богачи клали много денег. И одна бедная вдова, придя, положила две мелкие монеты, которые едва составляли один грош. Тогда призвал к себе своих учеников, Иисус сказал им, Истинно говорю, эта бедная вдова положила в дароносицу больше, чем все богатые жертвователи, ибо те пожертвовали от избытка своего, она же отдала все, что у нее было, на жизнь. И он стал говорить и наставлять их, блаженные, осознающие духовную потребность Бога, ибо Царство Небесное принадлежит им. Не накапливайте сокровищ на земле, где тлен и ржавчина разрушают их, и воры врываются и крадут. Лучше копите себе сокровища на небе, где ничто, ни тлен, ни ржавчина не уничтожит их, и куда воры не могут проникнуть и украсть. Ибо где ваше сокровище, там будет и ваше сердце. Второе Коринфянам. Помните, кто скупился на семена и урожай с ними отскудный, тот же, кто посеет обильно и урожай соберет обильный. Каждый должен давать, как подсказывает ему сердце, без сожаления и не потому, что чувствует себя вынужденным. Ибо Бог возлюбил того, кто дает с радостью. И Бог может осыпать вас дарами всякими, так что всегда будет у вас все, что нужно вам, и даже более, чем достаточно для всяких добрых дел. Как сказано в Писании, раздает он дары по собственной воле, подает бедным, щедрость его неприходящая. И тот, кто посылает зерно Сеятелю и хлеб людям для еды, пошлет и вам семена, и приумножит их, и увеличит жатву, принесенную щедростью вашей. И вы станете всем богаты, чтобы проявлять щедрость по всякому случаю, и многие возблагодарят Бога за дары, полученные от нас. Из книги «Наука и здоровье» с ключом к Священному Писанию, учебника-целителя, написанного известной целительницей Мэри Беккер-Эдди. Вопрос. В чем состоит научное объяснение бытия? Ответ. В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни первоосновы. Все существующее есть бесконечный разум и его бесконечное проявление. Так как Бог есть все во всем. Дух есть бессмертная истина, материя – смертное заблуждение. Дух реален и вечен, а материя нереальна и приходяща. Дух есть Бог, а человек – его образ и подобие. Следовательно, человек нематериален, он духовен. Материальное тело не может быть идеей Бога. Все, что материально, смертно. Пяти телесным чувствам кажется, что человек – это соединение материи и разума. Но христианская наука раскрывает человека как Божью идею и заявляет, что телесные чувства – это человеческие иллюзии. Божественная наука показывает, что материальное тело, хотя и соединенное с высшим слоем материи, ошибочно называемым умом, ни в коем случае не является человеком, подлинным, совершенным человеком. Бессмертная идея бытия – несокрушимой и вечной. Дух и материя не могут ни сосуществовать, ни сотрудничать. И одно также не может создать другое, как истина не может создать заблуждение, а заблуждение не может создать истину. По мере того, как исчезает верование, что жизнь и мудрость существуют в материи или происходят от материи, бессмертные факты бытия становятся очевидными. Их единственная идея или рассудок – в Боге. Дух достигается только через понимание и демонстрацию вечной жизни и истины и любви с больших букв. Логические научные заключения достигаются только знанием того факта, что существуют не две основы бытия – материя и разум, а только одна – «разум» с большой буквы. Перевернутые образы идей Поскольку Бог есть первооснова, а человек есть божественный образ и подобие, то человек должен желать только того, чем он в действительности уже обладает – сущности добра, сущности духа, но не материи. Верование, что человек имеет какую-либо другую основу или разум, недуховно и нарушает первую заповедь «Да будет у тебя один Бог, один разум». Смертный человек кажется саму себе материальной субстанцией, тогда как человек есть образ, идея. Обман, грех, болезнь и смерть являются следствием ложного свидетельства материальных чувств, которые, находясь в воображаемой точке, вне фокусного расстояния бесконечного духа, показывают негативные изображения разума и первоосновы, в котором все перевернуто с ног на голову. Свидетельство материальных чувств неабсолютно и не божественно. Поэтому я всецело основываюсь на учении Иисуса и Его апостола, на учении пророков и на свидетельстве науки разума. Никаких других основ не существует. Все другие системы, системы, базирующиеся полностью или отчасти на знании, полученном посредством материальных чувств, суть тростинки, колеблемые ветром, а не дома, построенные на камне. Вся природа учит Божьей любви к человеку. Но человек не может полюбить Бога превыше всего и посвятить все свои привязанности духовному, пока он любит материальное или полагается на него больше, чем на духовное. Мы должны отказаться от материальных принципов, несмотря на то, что они признаны с давних пор, если мы хотим обрести в Христе своего единственного Спасителя. Что такое кошелек? Накопление, сокровищ в материи, заблуждение, красный дракон, заблуждение, страх, воспаление, чувственность, хитрость, гипноз плоти, зависть, месть. Истинное понимание Иов сказал, я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Мысль Иова отзовется в смертных умах, когда мнимые страдания и наслаждения материи перестанут господствовать над ними. Тогда они откажутся от ложной оценки жизни и счастья, радости и горя и достигнут блаженства самоотверженной любви, терпеливой работы и победы над всем, что не подобно Богу. Начав с возвышенной точки зрения, человек самопроизвольно поднимается выше, подобно тому, как светило без усилия излучает свет, так как где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Контраст бездуховного Именно одухотворенной мысли и христианизация повседневной жизни в противоположность призначной комедии материального существования, именно целомудрия и чистота в противоположность влечению вниз, к земному, к чувственности и пороку, вот что действительно свидетельствует о божественном происхождении и влиянии христовой науки. Польза от страданий Тяжелые переживания, вызванные верованием внимую жизнь материи, так же, как наши разочарования и непрестанные беды, побуждают нас броситься, подобно усталым детям, в объятия божественной любви. И тогда мы начинаем познавать жизнь в божественной науке. Без этого процесса отвыкания от греха можешь ли ты исследованием найти Бога? Легче мечтать об истине, чем освободиться от заблуждения. Смертные могут стремиться к пониманию христианской науки, но они не смогут при помощи христианской науки постичь факты бытия, не стараясь и не прилагая к этому усилий. Эти усилия заключаются в отказе от всякого рода заблуждения и от любого другого сознания, кроме сознания добра. Преобладание добра Хорошее в человеческих чувствах должно преобладать над плохим и духовное над телесным. Без этого никогда не обрести счастье. Достижение этого возвышенного состояния улучшило бы наше потомство, уменьшило бы преступность и направило бы человечество к более высоким целям. Всякая долина греха должна наполниться, и всякая гора эгоизма понизится, дабы путь нашего Господа был приготовлен в науке. Дети духовно мыслящих родителей наследуют более светлый и уравновешенный ум и более крепкий организм. Богатые духом помогают нищим в едином, великом братстве, так как у всех у нас один и тот же принцип или отец. И благословен тот человек, который видит нужду брата своего и помогает ему, находя свое собственное благо в благе другого. Человек идет в том направлении, куда он смотрит, а где сокровища его, там будет и сердце его. Если наши надежды и влечения духовны, то они исходят от горнего, а не от земного, и как встарь приносят плоды Святого Духа. В конце концов, истина заставит нас всех заменить наслаждение и страдания чувств радостями души с большой буквы. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok